Всем привет! Я сижу в помятой гавайской рубашке, а это значит, что у нас распаковка китченбокса. Вы не знали? Я только что это придумала. Но распаковка не простая, а китченбокса коллаборация со спанчбобом. В августе вышел китченбокс в стиле спанчбоба, потому что у ЛАЖ была коллаборация со спанчбобом, у них была коллекция. И сейчас что-то может продается, хотя вряд ли, наверное, ничего не продается. Уже ничего не продается, поэтому в этот месяц вышел вот такой вот яркий китченбокс. Мне очень нравится упаковка, мне очень нравится этот цвет и что он со спанчбобом. Не то чтобы я фанат спанчбоба, но это прикольно, согласитесь, да? Кому не нравится мерч со спанчбобом? Только душниво, мне кажется. Ладно, я, конечно же, шучу. У каждого свои вкусы, свои предпочтения, а мне просто интересно посмотреть на эти продукты. Кстати, в этом видео я вам покажу продукты, которые я купила из коллекции спанчбоб, которые были просто в продаже после того, как мы откроем этот бокс. Кстати, в отличие от предыдущего, я этот бокс еще не открывала, поэтому открою прямо сейчас вместе с вами. Кстати, если у меня скрипит стул... Простите, не обращайте внимания. Я не знаю, что он скрипит. Может, он меня уже не выдерживает? Я себя тоже не выдерживала, сорян. Кстати, если вы не смотрели предыдущую распаковку китченбокса, то, пожалуйста, переходите, смотрите, потом придете в это, посмотрите. Хотя, вообще-то порядок не важен. Просто посмотрите предыдущие мои видосы. Я знаю, как некоторым очень нравятся мои видосы. Может быть, вас больше, чем просто некоторые. И если это так, то помогите продвигать и развиваться этому видео, и не только этому видео, другим видосам. Потому что из-за того, что на YouTube очень мало отдачи, и очень медленно развивается канал, у меня вообще нет мотивации снимать. Я трачу много ресурсов на то, чтобы снимать сюда. Я за это ничего не получаю. Но единственное, в принципе, что я могу сейчас получить, это больше отдачи. То есть комментариев, лайков, может быть, репостов. Я понимаю, что, возможно, это выглядит странно, как попрошайничество. Но если вам, правда, хочется видеть видео почаще, то это единственный способ меня как-то мотивировать. Правда. У меня руки синие после прошлого видоса. Знаете, кто смотрел, тут поймет, почему. Блин, ну какова красота, ребят! Посмотрите на эту прелесть. Здесь у нас спанчбоб. Тут лежит открытка вот такая вот милейшая, со спанчбобом, которая лежит в ванне. Мне очень нравится. Тем более этот желтый цвет, он такой красивый. Я люблю такой желтый цвет. Не то чтобы он мой любимый, но он очень красивый. Но эту открытку хочется сохранить. Так, откладываем. Аннотацию далеко не убираем. Будем сюда смотреть. Там уже что-то проглядывается. Я, конечно, опять же знаю, что там, потому что всегда, как только выходит бокс, я всегда смотрю спойлеры, могу смотреть обзоры, потому что я не могу ждать, пока мне придет китченбокс, потому что он приходит через месяц, через два. Приятно пахнет коробочка. Давайте вытащим вот это вот, что торчит здесь. И это бомбочка. Бомбочка Герри. Она, кстати, очень круто пахнет. Ребята, она так круто пахнет! Я в шоке! Боже мой! Ах, я не могу! Хочу такие духи. А лучше спрей. 200 миллилитров. Вот так она выглядит вблизи. Милашечка. Она называется Гэри the Snail. Улитка Гэри. Логично. Здесь в составе ваниль. По-моему, это шалфей. Лаванда. Резиноид бензоина. Мне интересно, что это за серия? Почему-то пахнет цитрусами, а цитрусов здесь нет. Шалфей, лавандой, ваниль. Возможно, она просто пропахла другими продуктами, и поэтому это сочетание очень мне понравилось. Потому что ваниль и лаванда есть в Think Pink. Но тут еще Clarisse Sage. Это, наверное, шалфей. Ребят, я балдею. Мне так нравится. Боже. Ладно, давайте дальше смотреть, что же там. Здесь есть еще одна бомбочка. Вот такая круглая. Очень красивая. Блестит еще. Она называется Marmite. А вот что это пахло. Короче, Гэри просто пропах немножко этой бомбочкой. И очень прикольное сочетание получилось. Потому что вот она пахнет цитрусами. Там лимонный мирт. А я обожаю, как пахнет лимонный мирт. По крайней мере, в продуктах Lush. О, это вот, вот это вот. Вот он тот запах, который мне понравился. Это восхитительно. Лимонный мирт. Иланг-иланг. Грейпфрут. Соль морская. Еще экстракт до гордений. Да, такой лимонный, вкусненький, сочный такой. Запах просто обалденный. Еще с нотами Иланг-иланга. Идеально. Ну, эта бомба уже у Lush выходила. Такая уже была. Это так, как бы, повтор раритета. И, насколько я видела, насколько я знаю, она офигенно красиво растворяется. Ну, в принципе, по ней видно. Здесь есть розовый, голубой, зеленый. И блестки. Такое вот будет. Только ярче. И она тоже, кстати, круглая, как в прошлом видосе, без печати, без ничего. Не знаю, почему Lush иногда выпускает такие бомбы. Может, те, которые супер винтажные, супер раритет, они выпускают круглыми, как они были раньше. Потому что сейчас в Lush бомбочки все с печатью. И даже в Kitchen Box выходят бомбочки с печатью Lush Kitchen. Дальше. О! Смотрите, такой кусьман. Господи, что это такое? О, господи, здесь чужой лезет. Вот, смотрите. А, я знаю, чего это. Там пенка еще. У нее вот такие вот... Это морские водоросли, скорее всего. И это кусок... Как думаете, чего? Нет, это не мыло. Это твердый шампунь. Называется он Трихомания. И этот шампунь тоже был. Он, кстати, продавался даже когда я работала. Он был весовой. Мы его отрезали. Он был, конечно, без вот этой вот оболочки. По-моему, она из лоска или из чего. Он просто был беленький и с кокосиком. Здесь есть в составе кокос. Кокос-битивер. И пахнет кокосом. Да, пахнет кокосом. Знаете, я рада, что попался твердый шампунь, потому что за все время моей подписки ни разу не было твердого шампуня. Хотя они периодически его выпускают просто кругляшка. И многие, кстати, вот эту верхнюю розовую оболочку просто сдирают, потому что, ну, как бы она бесит и не растворяется вроде как. Но я проверю, может и растворяется. Насколько я знаю, этот шампунь, он не глубокой очистки. Он, наоборот, для сухих волос, для смягчения, для мягкой очистки. Потому что там много кокосового масла. Почти как ковош. Знаете, такой лимончик с кокосиком. Но я не люблю кокосовые запахи. Но в целом нормально, для меня это не важно. Я обязательно попробую этот шампунь. Я не собираюсь его продавать и отдавать. Я, возможно, разрежу его пополам. И одной частью попробую попользоваться. Вот. Если мне вдруг не подойдет, то я вторую часть могу кому-то либо подарить, либо отдать, либо продать. Но чаще всего, если я что-то продаю, я сразу это в канале объявляю. В своем телеграм-канале. У меня ссылка в описании есть. Я забыла, что здесь так много продуктов. Ну, как много? Шесть. И, кстати, здесь ни одного продукта в банке. В принципе, здесь тема такая, типа, для спасения океана, для того, чтобы не загрязнять океан. Типа, спанч-боб, тыры-пыры. Типа, мы не будем выпускать... Слишком много, типа, я знаю. Мы не будем выпускать баночки никакие в этом боксе, потому что мы за экологию. И поэтому здесь все продукты твердые, чтобы от них не оставалось никаких отходов. Даже коробку они производят из переработанной бумаги. И, в принципе, это очень быстро разлагается. Поэтому, да, это безопасно. Следующий продукт — это вот такой вот смешной Патрик. У нас здесь все герои. Ладно, не все. Все герои будут, когда я вам покажу оставшиеся продукты, которые я купила отдельно из коллекции Лаш Спанчбоб. И это угадайте, что это мыло. Давайте поймем, что тут за запах. За запах. Такой он какой-то не лашевский, знаете, какой-то он такой обычный, но при этом приятный. Называется это угадать как Патрик, конечно же. Здесь в составе есть кокосовое масло, фир, балзам, резиноид. Фир, по-моему, это типа что-то с пихтой связано, с елкой, с иголками. Ваниль. Ну, если это пихта и ваниль, то это странное сочетание, но в целом это пахнет приятно. Это пахнет действительно ванильный, как-то даже немножко фруктовенько. Действительно такой немножко десертный, ванильный и при этом фруктовый запах. Слушайте, приятно пахнет. И оно такое, знаете, такое мягкое, как пластилин. Он, правда, немножко запачкался во всем этом. Но мне смылиться, стерпится. Следующий продукт. Это вот такая вот пена для ванны. Кстати, это пена из серии Big Blue. То есть бомбочка такая. Когда-то выходила такая же пена из этой серии. Я даже эту ароматическую серию рисовала у себя в инстаграме, который для вот этих вот всяких коллажек создан у меня. Тоже ссылка в описании. Здесь лайм, лаванда, водоросли и что-то еще. А, еще какие-то водоросли. Морская соль здесь есть прям кусочками. Сами водоросли прям такими кусочками. Точно так же, как в бомбочке Big Blue. Эта бомбочка называется Bubbling Under. Ну, у нее такой, знаете, запах такой легкий. Немножко цитрусовый, немножко травяной. Ничего не могу сказать. Обычная пена. Вот, честно, ничего особенного. Вот эти вот штуки будут плавать по всей ванне, потом забивать вам слив. Но, в целом, интересно. Ну, ладно, нет, я не думаю, что они будут забивать слив. Даже если и будут, то можно выловить ситечко. И последний продукт. Очень, кстати, классный. Сейчас я его очищу от Экофло. Поналипала тут. Это вот такая пена на палочке. Она выглядит в виде спасательного круга. Она очень красивая. Она называется Bikini Bottom. У нее нежный какой-то приятный запах. Здесь в составе Davana Oil. Масло Davana. Тонко. И опять этот Fir Balzam Resinoid. Такой нежный какой-то запах. Такой спокойный, легкий. Какой-то вот ванильный. Но сама пена очень красивая. И она на палочке. То есть вы вот так вот берете под струю воды, подставляете. Она немножко смыливается. Струя дает пену. Ну, то есть взбивает воду, получается, в пену. Потом вы внимаете. Можете положить куда-нибудь там на окошко, на салфеточку. Просушиться. И потом снова так пару раз можно ее использовать. Ну, если хотите, можете отламывать или отрезать. Но она такая, знаете, это из тех пен, которые очень такие плотные. Очень плотные. И я уже отколола кусок. Но они сами все плотные. И если вот они полежат, они потом засохнут еще больше. И их сломать будет сложно. Какой мы делаем вывод? У нас две пены. Две бомбы. Мыло. И шампунь для волос твердый. Мне, наверное, больше всего понравилась вот эта Marmine бомбочка. Потому что она очень вкусно пахнет. Это прям обалденный запах. Бомбочка Гэри, насколько я знаю, очень красиво растворяется. Тоже, в принципе, мне она интересна. И вот эта пенка. Тоже мне понравилась. Просто по своему дизайну. В целом, этому боксу я ставлю, наверное, 9 из 10. Один балл снижаю за то, что здесь нету ничего в банке. А банки, знаете, это такое что-то более весомое. Оно закрытое. Его можно перепродать. А вот эти штуки, их, конечно, можно продать, если захотеть. Но их мало кто покупает, потому что они уже приезжают немножко потрепанные. Но я видела, на Авито люди продают, типа, и кто-то покупает. Но в первую очередь я хочу, наверное, шампунь протестировать. Я не могу сказать, что он мне очень сильно понравился. Просто мне интересен его эффект. А остальное уже потом. У меня и так очень много бомбочек и пен. А теперь, как и обещала, я покажу вам, что я купила из коллекции Lush Spongebob в магазине. Я покупала это в Сербии и заказывала еще из Англии. А, нет, в Сербии я покупала только мыло, я его там использовала. Но мне подарили на день рождения кое-что. Ну, и я купила, заказала себе в Россию сюда какие-то продукты. Итак, первый продукт. Это вот такая вот пена в виде Сквидварда. Она такого бледно-зеленого цвета и посыпана блестками. Пахнет она очень свежо, приятно. Она из серии скраба Atlantis, то есть она должна быть с таким запахом. Но я бы не сказала, что прям сильно похоже, потому что скраб все-таки очень так водкой пахнет, если честно. А мне не нравится, как скраб пахнет. А это довольно приятно. Да, так свежо, такой морской запах. Она так и называется Сквидвард. И она уже у меня в руках сыпется. Как меня бесит, когда она все сыпется. Следующий продукт. Это вот такой вот Красти Краб. Типа бургер. Краб с бургер. В коробочке. И это бомба, как это сказать, ассорти. То есть там получается разделено на несколько частей. Есть отдельно булочки. Они же бомбочки. Есть котлета. Это пена. Есть помидор и лист салата, то есть латук. Они из мыла. Получается, можно пользоваться по-разному этим всем. И, как видите, я еще не открывала. У меня еще в Сербии лежит одна коробка. Вот. И здесь одна. Это на самом деле мега крутая идея. Сделать вот такую тему. Кстати, здесь тоже не будет продуктов в упаковке. Только вот эта. Но она в картонной упаковке. Поэтому это биоразлагаемая штука. А, оказывается, здесь сзади, снизу, даже помечено все. Что булочки. Это бомбочки с запахом бергамота и лайма. И они называются по-разному. Верхняя булочка называется бан-топ. А нижняя бан-ботом. Котлета называется пати. Именно пати, не пати. Бабл-бар. Он с бергамотом и с маслом бучу. Дальше идет помидор. Он называется томата. Лис-салата. Он называется латук. Логично. Которые мыло. И указано, что они со свежим запахом арбуза. Такая вот интересная штучка. Можете остановить, посмотреть. И следующий продукт. Это патрик. Вот такой вот бомбочка. Патрик. Пахнет он, ну, знаете, обычно как-то. Какой-то кокос, ваниль, что-то такое. Вот знаете. Я такое не люблю. Такой какой-то обычный запах. Купила его, зачем, не знаю. Просто чтобы был. Ну, патрик же. Если есть патрик, соответственно, есть и сам спонжи-поп. Вот такая бомбочка. Она, кстати, офигенно растворяется. Я просто видела видео. Внутри у нее зеленый цвет или голубой. То есть в итоге вода очень яркая зеленого цвета. Очень красивая. Запах такой фруктовый. Какой-то, знаете, мультифруктовый. Какой-то ананасик там у него, по-моему. Ну, вот что-то в этом стиле манго. И он вот такой вот с высунутым языком кривляется. Или умер. Это смотря какое у вас настроение. Либо кривляется, либо умер. И последний продукт из этой коллекции — это мыло. Ну, по крайней мере, тот, который у меня сейчас есть. Хотя это мыло, которое я собираюсь продать, потому что я уже им воспользовалась. Ну, не вот этим конкретно, а другим, который купила в Сербии. И это тоже просто спенчбоп. У него такой фруктовенький запах. Запах какой-то газировки, лимонада. Очень приятный, но не в стиле лаж. То есть это запахи ориентированы на что-то такое вот, ну, может быть, на детей, на подростков. Или для людей, которые неприхотливы в запахах. В общем, посредственные такие запахи, знаете, обычные. В ванне очень приятно пахнет, на руках остается очень приятный запах. Потом я соберу все эти продукты, связанные со спонжбопом. Сфоткаю вам, выложу, покажу. Естественно, это будет в Телеграме. Ссылка в описании. Спасибо вам большое за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока!